Какая система, состоящая из двух блоков, имеет больший КПД при подъёме грузов одинаковой массы? У нас есть две системы, которые поднимают груз одинаковой массы. Первая и вторая. В первой системе есть подвижный блок и один неподвижный блок. В второй системе есть два неподвижных блоков. Грузы одинаковой массы. Это P. Какая система, состоящая из двух блоков, имеет больший КПД? Давайте посмотрим, куда здесь используется энергия при поднятии блока. Пусть каждый блок имеет силу трения, собственный вес. Каждый блок имеет собственный вес. Это P-блока, это P-блока, везде P-блока. И, естественно, еще будет выполняться работа на определение силы трения каждого из блоков. Пусть работа на выполнение силы трения каждого блока будет одинаковая. А трение в каждом блоке будет уходить еще работа в отре. В конечном итоге, для того, чтобы поднять его на определенную высоту, в данном случае будет расходоваться работа на то, чтобы поднять этот блок. И плюс еще работа на преодоление силы трения первого блока и второго блока. Затраченная работа будет равна А трения, два трения блока Одного трения блока другого Пусть будет два трения И плюс еще работа на поднятие блока Блок же тоже надо поднимать вместе с грузом И плюс еще работа на поднятие блока Непосредственно самого груза Вот вся работа, которая будет в данном случае использована При том, если мы будем груз поднимать Именно на этой системе Две работы, которые будут уходить на силу трения Каждого из этих блоков И плюс еще поднять вот этот блок подвижный Который тоже будет подниматься вместе с грузом Вот это значение. Здесь что будет происходить? На каждой из этих блок будет использована работа на преодоление силы трения. Две от трения и плюс работа на поднятие груза. КПД будет определяться чем? Клицет полезного действия, равен чем? Полезная работа, в данном случае полезная работа, это что? Это просто поднятие просто груза. Работа на поднятие груза на определенную высоту. И делим на всю затраченную работу. Две силы трения плюс работа на поднятие блока и плюс еще соотношение непосредственно выполненной работы. Необходимо делиться на всю работу, которая была затрачена Это будет КПТ-1 КПТ-2 тоже будет в соотношении Вся работа уходит на то, чтобы поднять груз И еще дополнительно две работы на преодоление силы трения Вот вся работа 2А трения плюс работа на поднятие груза На такую же высоту Ну и тут полезная работа Смотрите, здесь будет две дроби Первый дробь числителя одинаковый Первой дроби знаменатель будет, естественно, на больше А здесь знаменатель меньше Получается, где больше знаменатель, так дробь будет меньше Однозначно можем сказать, что КПТ-2 будет больше, чем КПТ-1 Почему? Потому что, кроме того, что мы допустили о том, что каждый из блоков Для того, чтобы поднимать груз, выходит еще часть энергии на преодоление сил трения Тут два блока А здесь, в этой схеме, то еще нужно поднимать этот блок Работа совершается еще на поднятие блока Поэтому КПТ в данном случае будет меньше Хотя силы использования здесь, конечно, будет меньше Потому что подвижный блок позволяет уменьшить силу действия еще здесь Но в любом случае мы говорим сейчас именно о работе ОКПД Поэтому в данном случае, хоть здесь меньше силы используется Но зато ОКПД этой системы будет несколько меньше, чем этой схемы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...